Сок фруктовый, хлопья кукурузные и овсяные, макароны, две банки рыбных консервов, молоко, какао, пшонка. На десерт сгущенка. Всего 10 позиций. Питательный, разнообразный и вкусный продуктовый набор, раздавать которые начали в ульяновских школах. Это дети из категории малообеспеченных, дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Статус этот определен и, соответственно, принято решение по федеральной рекомендации и в соответствии с указом губернатора. На территории каждого муниципального образования для детей этой категории в настоящее время формируются продовольственные наборы. Пайки формировались на основании документов нормативных, то есть санпинов, и в перечень данного продуктового набора для школьника как раз входят продукты из данного перечня. Это, во-первых, в данном наборе отсутствуют скоропортящиеся продукты. Таких детей в регионе около 23 тысяч. Только в 73 школе их 166 человек. Раздача пайков не снимает с учебных заведений ответственности за соблюдение санитарных и противоэпидемических норм. А потому у родителей сначала проверят температуру и обработают руки антибактериальными средствами. И только после этого их допустят до регистрации. Если заявление предварительно было написано онлайн, значит показывает скриншот, что действительно такое заявление было. Если заявление не написано, то мы предлагаем ему написать родителю здесь заявление и регистрируем в реестре. Потоки разведены. Зашел в одну дверь, вышел в другую. На полу дополнительная разметка на случай, если график собьется и появится очередь. Расстояние между линиями даже больше полутора метров. У нас составлен график посещения. Классные руководители обзвонили всех своих ребят. И каждый родитель знает, в какое время он должен прийти. Примерно промежуток на каждого ребенка это где-то 7-10 минут. Ирина Шимарова – мама двух дочек. Одна в шестом классе, другая в первом. Сейчас девочки вынужденно отдыхают от учебы. При этом все региональные социальные гарантии у них сохраняются. Я очень рада, что в нашей Ульяновской области делают такие поддержки для детей. У меня двое детей. И я очень рада, что мне сегодня поступил звонок из школы, что мы можем прийти и что нам дадут сухой паек. Пайки, получаемые учениками 73-й школы, рассчитаны на 10 дней. Если ограничительные меры в Ульяновской области продлят, родителей пригласят за проднаборами еще раз. Региональный Минобор контролирует ситуацию в ежедневном режиме. Владимир Гаврилов, Геннадий Бухтояров, репортер 73.